салам всем тем кто в руле и около руля сегодня мы расскажем вам про новый автомобиль нашего автопрома к сожалению general motors не зовет блогеров на презентацию но мы не сильно расстроились и поэтому решили купить этот автомобиль что дает нам возможность рассказать об нем открыто и без купюр встречайте chevrolet tracker вот он chevrolet tracker столь долгожданный сколько всяких слуков ходила что это замена коптивы что это какой-то новый автомобиль сегодня мы вам расскажем про него более подробно и начнем с пожалуй с главного и основного плюса это внешность этой машины согласитесь выглядит круто эти агрессивные фары четкие решетка все как положено в принципе ничего удивительного скорее всего коптиву и трекер рестайлинг рисовал один и тот же человек и для линейки для прослеживания семейности в линейке автомобилей это нормально теперь поговорим о таком вопросе как какому же классу принадлежит этот автомобиль заменяет он коптиву или нет нет он не заменяет коптиву потому что это два разных класса коптива это среднеразмерный севиз среднеразмерный кроссовер это компактный кроссовер но есть еще и ниже ступеньки и выше ступеньки поэтому они не конкуренты но все равно мы сегодня вам покажем сравнение размерное наглядное двух автомобилей чтобы вы имели представление но выглядит он классно мне очень нравится как он выглядит стильно и в нашей комплектации которые мы взяли премьер есть всеми так любимая хром везде вокруг противотуманок на ручках вдоль линии окон все как положено и давайте перейдем к задней части автомобиля с вами вот даже задние фары они очень похожи своими с образными контурами вот этими светодиодными горящими как на коптиве но за счет того что автомобиль на ступеньку ниже все немного проще знаете вот внутри обычные лампочки стоит ой даже одна кидалово в коптиве это все полностью светодиоды также нет хромированные задней вот этой вот молдинга на багажнике но есть камера есть датчики парковки и кнопка на багажнике все как положено все как у взрослых автомобилей вот после рестайлинга слегка изменился спойлер у машины он получил такую двухцветную отделку с пластиком очень красиво стильно и смотрится лучше свежо автомобиль выглядит он впечатляет но есть к сожалению свои недостатки кстати чуть не забыл в отличие от коптивы внизу есть серебристые накладки спереди и сзади на коптивах последнего поколения 2 и 4 такого не было вот ну и чтобы все знали на улице что это комплектация премьер сзади специально отмечено это на л ташках будет lt теперь давайте поговорим о недостатках автомобиля но в первую очередь конечно вот эти классные 18 дюймовые диски все я говорю вид у этой машины шикарный но барабан задние тормоза барабанные я не представляю как автомобиль делит одну платформу chevrolet cruz и chevrolet orlando и сегодня вы увидите много так скажем заимствованных деталей от орландо от малибу первого поколения особенно в салоне мотор здесь такой же 18 как и орландо l u w или f18 d4 18 141 лошадиная сила вот точно такой же как у орландо но барабанные тормоза автомобиля как бы вот я не понимаю и abs есть но без не распространяется на барабан такая классная тачка она должна быть намного шустрее чем даже 2 и 4 коптива по нашим так скажем предположением потому что он легкий компактный но вот барабан и все и это еще не все задняя подвеска полузависимая то есть она немногорычажная она независимая как на копте а полузависимая конечно у этого есть плюсы многие люди скажут что это дешевле в производстве и она больше ходит то есть более надежная я не спорю так же как балка на кобальте сзади она неубиваемая пройдут многие года и она будет работать но полузависимая подвеска на машине за 200 плюс миллионов это конечно грустно и печально я вам скажу поговорим про двигатель ну а в сердце этого железного коня находится как я уже сказал двигатель 18 вот признак экономии нету газовых упоров есть вот такая вот старинная кочерга как бы опять же немножко для меня странно f18 d4 хороший двигатель 18 он ставился на chevrolet cruz а не нового поколения предыдущего вот здесь вот будет фотография они вот не вот такой вот новый вот старый и на орландо он нам уже знаком двигатель очень надежный детских болезней у него нет в основном начинается где-то ста тысячам течет голова бывают проблемы с газораспределением но в целом очень надежный двигатель проверенный во многих странах и самое большое его преимущество в том что это атмосферник это не турбированный двигатель в него не нужно ли 95 бензин него не нужно ли дорогое дорогое масло можно главное обслуживать так как скажем просит завод и все будет окей будет ездить спокойно и естественно то что он достаточно мощный разница с коптил 2 и 4 всего лишь 30 лошадиных сил но актива она весит прилично а этот маленький юркий автомобиль я думаю они еще будут зажигать на перекрестках города я уверен собственно вот так все достаточно аккуратно расположена здесь такие выемки все отлично ну вот собственно как я вам обещал сравнение двух автомобилей и в принципе как бы у нас все нормально по высоте трекер чуть чуть ниже но вот он значительно короче хотя вот с вашего ракурса нам не кажется что трекер затмевает коптилу и что в принципе хорошо машина выглядит больше машина вы кажется лучше вот а сейчас наверное многих интересует а как же вот внутри по вместимость это автомобиль давайте это мы с вами и проверим и так вам наверное интересно узнать каков объем этого багажника как я уже сказал здесь электрический замок очень легкая дверь прям пушинка вот и багажник ну конечно это не коптива в коптиве еще есть один ряд сидений здесь его конечно же не может быть но достаточно вместимый багажник мы вам даже покажем количество литров вот и самое интересное здесь очень много органайзеров разных то есть можно вот эту секцию открыть здесь есть специальная полочка он освещается вот и также полноразмерное запасное колесо в полу и тут еще куча места всяких органайзеров сбоку то есть все для инструментов можно положить там что вам нужно перевозить пожалуйста все что вы хотите пол из качественного материала кстати говоря этим очень сильно сейчас грешат даже премиальные производители у них не очень хороший материал багажнике вот вот такая вот петелька для этого всего полка снимается с петель и вытаскивается если вам нужно перевести длинномер большой груз вы просто опускаете заднее сиденье вытаскиваете полку и пожалуйста проблем никаких нет сейчас давайте проверим вместимость вот сейчас переднее пассажирское сиденье отрегулируем например на под мой рост вот и интересно вообще помещусь в машину пол практически ровный посреди есть небольшой бугорок но вот эти коленки у меня убираются но если вот так сесть в принципе нормально из удобства сзади есть подлокотник достаточно широкий два подстаканника тут есть вот вот сразу бросается пластик но мы про него поговорим уже когда будем обсуждать интерьер задние кармашки принципе удобно над головой еще вот вот такой запас прилично место достаточно место достаточно конечно троим здесь будет тяжеловато сидеть но вот вдвоем вполне комфортно можно ехать и самое приятное за счет того что высокий клиренс это посадка и выход ну лично и так по салону ну здесь у нас как я говорил солянка значит ручки дырные от малибу а кнопки зеркала это тоже орланда малибу управление кондиционером не климат-контролем за 200 плюс миллионов а кондиционером обычная но стоит система как в коптиве малинк которая может работать с android авто и с apple car play проблем нет и рояльный лак здесь все так очень красиво кожаный руль от круза достаточно маленький он меньше чем на коптиве очень хорошая поддержка сидений то есть вот я чувствую что у меня сидение так слегка при обнимает очень удобно сидеть сидишь высоко все хорошо видно но вот это вот очень красивая прострочка передняя это искусственная конечно же кожа вот ну такая золотистая прострочка на белом классно сиденья двухцветные с такой же прострочкой тоже очень классно очень круто единственная проблема что вот эти вот сиденья они очень очень марки и скорее всего все будут покупать чехлы то есть как бы сделали красиво но абсолютно непрактично что еще но лично мне человеку с роста метра 97 здесь немножечко тесновато и вот как бы вот знаете в деталях чувствуется экономия и вот сейчас будет очень много критики во первых это вот дубовые пластики не знаю вот на кобальте такой же пластик наверно он не мягкий и знаете в первый раз когда увидел я подумала как на первой молибу должен быть мягкий а нет он вот он везде мягкий жесткий хотя вот торпедка она лучше пластик сделан чем двери потом вот подлокотник вот это вот вообще вот как сказать я не знаю супер бюджетный вариант как бы или я хочу быть рейндж ровером да но зато когда-то вот управляешь принципе вот у меня рука нет с него все-таки соскальзывает да я понимаю что здесь достаточно тяжело было бы делать узкий подлокотник высокий зато есть четыре подстаканника то есть вы упьетесь просто в этой машине ручка кпп привет кобальт до руль привет круз орландо система привет коптива это дверь привет молибу в общем как-то так еще одна большая проблема которую все обсуждали нету дырки в крыше вот люка нету в комплектации premier хотя в корее насколько я знаю есть и кожа есть и люк вот еще дверные карты вот они такие двухцветные вот здесь вот такое покрыто светлым пластиком я думал что это кожа заменить или нет это пластик такой прорезиненный еще чего у нас нету здесь очень много пустых кнопок кроме системы стабилизации и спи нету системы эко да нету вот нету системы помощи при спуске что в принципе как бы обделили нас но зато есть кнопка старт стоп бесключевой доступ ключ здесь такой же как на новой молибу и это классно с автозапуском все дела плюс у нас шикарный спидометр сделан под современные модели chevrolet в более дорогих спидометр очень 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 похож такие же примерно инструменты и небольшой маленький дисплейс информации вот а выглядит красиво лично мне нравится похоже очень на новую молибу дизайн но вот чувствуется вот этот экономия и это не претензии к нашему джим потому что естественно наш джим это не собирает вот даже вот поворотник управления дворниками это тоже от молибу кстати говоря дворники как я понял здесь не автоматические а ручные но хотя бы фары завезли автоматически и на этом спасибо а вот джим корея конечно я не знаю что случилось южной кореи же них что ли тотальная экономия или они решили что раз узбекистан отправлять то типа они любую возьмут но за такие деньги по личному мнению свое время продавалась к активы в карте и было все а еще один такой момент сидение электрическая только водительская пассажирская ручное ладно такое тоже бывает такое тоже практикуют некоторые производители но это немножечко немножечко расстраивает my link система классная вопросов нет хороший 7-дюймовый экран есть камера заднего вида подключил apple carplay сейчас можно на apple carplay закатить в эйс или там на android телефон закатить google maps у вас будет навигация встроенная с подсказками причем в эйс вам будет даже в машине напоминать где какие радары стоят где ремонт идет где пробки еще что то я считаю что вот экран сегодня это незаменимая вещь в автомобиле опять же вот это переключение кобальта перед но коробка кпп переключение вручную как на кобальте на ней сбоку как бы вот можно было сделать педали машина как бы 141 ваша единая сила очень неплохо почему бы и не сделать вот ну что мы сейчас наверное тогда проедемся я вам расскажу о своих ощущениях и будем двигаться дальше ну что давайте первый старт так нужно нажать тормоз принципе это нормально заводится просто отлично еще один прикол это вот это кочерга ручника это конечно тоже экономия мягкий приятный ремень кстати застегивается удобнее чем в коптиве что еще я вам хотел рассказать автомобиль как бы отличный все хорошо но вот налажать не могли когда забрали машину в первый же день потели первого передние фонари а вот и еще завода не доставили датчики давление в шинах ну это вот вообще просто джемовская история на самом деле вот смотрите мы пока едем так скажем первые километры неплохо руль с таким тяжелее чем на коптиве но у него приятное усилие мне очень нравится что чувствуешь связь тормоза откликают хорошо вот и двигатель вот он за счет своей мощности он хорошо идет машина достаточно мягкая я думаю этот вопрос многих интересует мы сейчас даже проедем искусственную преграду и без тряски тихо кстати говоря в салоне хорошо чуть-чуть слышно двигатель видимо не такая хорошая шумоизоляция потому что мы сильно не раскручиваем движок автомобиля но вполне себе неплохо вот мне очень нравится что автомобиль мягкий и это большое преимущество всех нынешних кроссоверов городских потому что автомобиль делается для чего правильно делается для комфорта так вот мы продолжаем наш тест-драйв хорошие зеркала вот обзорность отличная центральное зеркало с автозатемнением что сейчас очень необходимое но вот подлокотник лично мне вообще не покоит он немножечко вот я все время с ним съезжаю но двигатель идеально отлично просто подтягиваю очень легко разгоняется я практически нажимаем на педаль газа ожидаемый расход должен быть после обкатки автомобиля где-то 10 литров у нас конечно поток вообще будет замечательно едешь 4 все отгоняются вот автомобиль достаточно мягкий у нас сейчас в машине 3 человек вообще абсолютно не чувствуется и даже по тяге что еще хочется сказать мне очень нравится управлением здесь вот руль его связь очень хороша и есть у меня такое подозрение что именно за счет того что одна платформа с грузом а у груза очень хорошее управление они поэтому очень похожи я автомобиль хорошо держится на дороге что еще но руль вы уже все наверно видели у нас и продаются на базарах такие рули малибу стоят похоже мне и в картине сейчас он очень удобно маленькие здесь сверху очень хорошо видно капот автомобиля обзорность замечательная вот это я очень люблю во внедорожниках и наверно поэтому точнее в кроссоверах да как я в начале программы сказал поэтому они становятся популярными все больше и больше по всему миру органы управления все на месте все под рукой нету ничего такого сверх естественного чтобы отвлекало водителя чтобы мешало водителям вот но вот этот вот такой тяжеловатый руль конечно очень просто мне как водителю который любит более драйвер вот мы сейчас едем вот такой небольшой грязи грунтовочки вот большие диски 18 дыма ваняшин себя дают знать он чувствует мелкие какие-то неровности но в целом автомобиль это большой плюс и собственно по-другому не должно быть потому что задняя полу зависимая подвеска она и должна так плавно отрабатывать неровности в автомобиле вот еще один недостаток это маленький бак здесь по-моему 53 литра бак что меньше чем в коптиве а в коптиве то не особо большой бак ну и меньше чем даже джентль вот на малибу большой 85 спокойно заходит в первой малибу во втором малибу тоже небольшой бак не знаю с чем это связано то ли производитель хочет чтобы мы чаще заправлялись то ли не ездили на дальние дистанции вот еще раз хочу отметить очень удобные приятных активе сиденья более широкие ты в них иногда так покатываешься туда-сюда особенно в поворотах не знаю может быть это мои личные какие-то предпочтения мне нравится более спортивные более выраженные сиденья вот а так вообще прекрасно ощущение от автомобиля приятные да конечно в коптиве ты себя чувствуешь по-другому это автомобиль который ты контролируешь тебе кажется что ты можешь до всего достать рукой и ты его чувствуешь ты чувствуешь его габариты ты чувствуешь как он ведет себя в потоке но в то же время в потоке ты все равно выше чем все остальные и вот этот логика более приподнятого автомобиля естественно никто не поедет на нем куда-то там во внедорожье это бессмысленно это передний привод но в городе когда у вас есть неровности какие-то вам нужно на грунтовку выходить за городу это идеально отлично подходит вот для повседневных задач и я думаю сейчас я говорю достаточно кроме двигателя машине не слышно ничего это отлично это большой большой комплимент иногда знаете бывает вот люди некоторые владельцы новых мальбой они жалуются там плохая шумоизоляция что машина сделана из тонкого металла шумоизоляция тоже такая радится уменьшение веса так скажем шумоизоляцию тоже на ней сэкономили и все такое вот нет здесь такого нету здесь хорошая шумоизоляция автомобиль достаточно тихий хотя вы знаете у меня чем больше я еду почему-то ощущение как будто я еду вот на четвертой позиции кобальта вот очень похоже почему-то кобальт тоже такая чуть-чуть приподнятая машинка возможно за счет того что там ходовая также работает плавно вот и сидение кстати очень похоже по ощущениям на кобальта что то есть вот я говорю что шепролет трекер это все-таки такая своеобразная солянка получается не дают мне даже перестроиться в плане того что знаешь возьмешь там машину побольше там какую тебя на дороге не поважать нифига мне кажется что у нас даже если ты на билендваге не будешь ездить сказать все равно не будут вот откровенно автомобиль компромиссов вот по моему мнению стоит ли он своей цены не знаю честно говоря это немножко дороговато потому что уж очень многого машине нет то же время по ездовым характеристикам будете ездить получать удовольствие немножечко проехал классно тянет отлично она мягкая тихая одно удовольствие есть автомобили знаете вот вы на них добираетесь с точки а в точку б и все больше не хочется туда садиться ты не думаешь о том что я выйду с работы я сяду в эту машину как классно я получил удовольствие вот с этой машины будет она несмотря на свою простоту несмотря на свои компромиссы несмотря на свое отсутствие каких-то опций на неприятно ехать но она значительно отличается по ощущениям от коптивы коптива более вальяжная более расслабленная то есть на ней ты плывешь но в то же время нет чуткости вот здесь рулевое управление мне очень нравится очень хорошо хорошие реакции хорошо вот автомобиль откликается на то куда я его направляю это большое преимущество итак подведем небольшой итог по chevrolet tracker я перед тестом имел слегка другое мнение об этом автомобиле и думал что я вообще разнесу в пупо в прах но если честно вот то как эта машина управляется то как она едет она едет отлично для меня например это более важные качества чем допустим пластик или опции потому что я получаю удовольствие от вождения хотя для кого-то возможно более важен комфорт автомобиль мягкий комфортабельный но вот пластик конечно плохой опции определенных не хватает а я согласен вот эти вот ужасные сиденья белого цвета которые абсолютно непрактично они будут марки автомобиль семейный детей туда посадите все хана этим сиденьям будет сто процентов но вот как он едет перечеркать для меня перечеркивает многие недостатки едет отлично и двигателя хватает слегкой и учитывая что там расход будет вообще совсем в районе 10 а того и меньше это круто я согласен но вот хотелось бы ценник поменьше я понимаю что это не зависит от нашего general motors скорее всего потому что они сотрудничают с джем дат но я думаю в ценник 18 20 тысяч условных единиц бы был просто шикарно да их бы расхватывали как горячие пирожки вот мы знаем что джем в скором времени планирует больше развиваться привозить более новые бренды естественно мы будем их тестировать для вас критиковать для вас откровенно все показывать а так на этом все ждите нас на просторах интернет и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...